Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители моего блога. А сегодня я хочу поговорить о такой интересной, важной теме, которую я, в принципе, косвенно, а иногда прямо касаюсь в моих многих выступлениях. Это тема долгожительства, а именно продолжительность жизни русского народа. Я часто ссылаюсь и привожу примеры, интересные факты, как-то, например, срок жизни, скажем, деда Ивана Поддубного, например, 120 лет. На Руси, на самом деле, оказывается, это была нормальная продолжительность жизни, на что ссылаются и Карамзин, и многие послы в Россию того времени, скажем, что называется, того, и 17-го, и 16-го века, и позже описывали, какова же есть продолжительность жизни. Это потом нам лапшу на уши повесили насчет 40 лет там и так далее, продолжительности жизни. Откуда берется эта статистика, лживая, лукавая, я тоже объяснял. Когда рождается, например, скажем, 15-20 человек в семье, то умереть может, скажем, 10 в возрасте года, 2-х лет от болезни. Объяснял почему в моей статье, по-моему, второй о молоке и молочных продуктах, ну или третий, не помню, почему была высокая детская смертность в те годы, но это имеется на последние 150-200 лет назад. Так вот, а кто-то прожил 150 лет или больше. Вот вам статистика уже, так сказать, будет действительно те самые 40-50 лет, а то и меньше. И, кстати, на одном из выступлений женщина сказала, знаете, да, вот у меня у моей бабушки было человек 15, и выжило только 2-3 человека действительно в таком возрасте, вот умирали год, 2-3, разумеется. Вот оттуда эта лукавая статистика. Ну, дело не в том. А сегодня пойдет речь, вот передо мной лежит интересная книга, но до того, как представить эту книгу и посоветовать вам ее для прочтения, я сошлюсь на мой блог, порекомендую вам посмотреть, ведь не все это видят. Многие заходят на блог, на главную страницу, видят бегущие строчки, последние темы, которые я выкладываю. Мои выступления, выступления разных ученых, или просто интересные, так сказать, статьи про людей, и как у них жизнь изменилась с переходом на живое, адекватное питание. Хотя я стараюсь в последнее время выкладывать еще и темы, ну, напрямую не связанные с правильным здоровым образом жизни, питания и так далее. Вот давайте посмотрим. Я порекомендую зайти на мой блог в раздел, подраздел, вернее, блок. Дальше там есть тема в низовом здоровье. Переходим в долголетие и введение в тему долголетия. И вот мы попадаем на две статьи. Да, были долгожители в России одна из них. Хочу привести несколько примеров. На фотографии ниже, сделанной в 1912 году в деревне Подтобольском, запечатлен 117-летний старец Павел Яковлевич Толстогузов, участник Бородинского сражения. Волосы и зубы все свои, морщин почти нет. Так выглядело трудовое крестьянство до революции и чуть позже. И действительно, во времена, то есть 100 лет назад от той даты, от 1912 года, когда вся страна праздновала Бородинское сражение, ему было 100 лет. Вы знаете, даже был такой цикл передач у Пайн ТВ, у этого Парфёна, Леонид Парфёнов. То ли на Мейне, то ли там по годам что-то у него было. И вот там были даже кинохроники, а у меня есть более подробное видео, у меня вообще большая коллекция, огромная коллекция старых хроник, в том числе есть хроника, и у него отрывок этот был, 1912 года съёмка, когда к императорской семье подвели там несколько человек, участников Бородинского сражения, из казаков только. Те, кто 100 лет назад участвовал в сражении, так сказать, защищали Родину. Ну и вот здесь, в этой статье у меня есть фотографии. Например, в 1912 году, когда отмечали юбилей, императору сообщают, что Фельфебель Антон, значит, Вайтвенюк только что отметил 122-й день своего рождения, а двум его товарищам, на фотографии они рядом с императорской семьёй стоят, 120 лет и 133 года соответственно. Вот эти трое полных сил, энергии старца, очень крепкие мужики, таков был русский народ. Трудовое крестьянство. Трудовое крестьянство, я подчёркиваю, в те годы. Вот тут две фотографии есть того времени. Достаточно интересная статья, это как бы, знаете, был пробный такой шаг. Я бы хотел об этом, ну, создать такой ряд статей и, возможно, сюжет снять. У меня эти снятые есть в хрониках моих тоже люди, кому застою. Я изучаю эти вопросы очень серьёзно, да. И вот, кстати, интересные данные, так уж скажу к слову. Даже сейчас в Александр-Невской лавре можно встретить могилы лиц, отличавшихся необычным долголетием. Например, монах-молчальник Патермуфия. Ну, это такие христианские, так сказать, имена из... Умершего на 126 году жизни. Или могилу Инны Каврама, прожившего 115. Или, кстати, это известный факт, это Елизаветинский, Екатеринский ещё герой, 107-летний, Щегловский, сосланный в Сибирь под Тёмкиным из ревности. Кстати, вот у меня есть... В своё время я купил полное собрание сочинения, ну, вот, Мельников-Печорского, и там есть это дореволюционное ещё издание, 1898 года у меня. На реках и в горах. Ещё фильм сняли несколько лет назад по этому поводу, а книга очень интересная. Вот там был такой факт, что, значит, сейчас я вам скажу. Ну, он ссылается Мельников-Печорский, описывает одну помещицу на 114 году жизни. А, кстати, Пикуль приводит в пример 118-летнего монаха-старца. Интересно было питание монахов, но об этом стоит поговорить отдельно. Редко ели, питались, мало питались. Разумеется, без мясной пищи. Вот такие вот монахи, которые долго жили, настоящие, так сказать, такие, ортодоксальные. Но темы всё равно касаться прямо не будем. А я хотел представить такую интересную, да, к чему я всё это, собственно, говорю. Ну, вот изучая сейчас в интернете самых, так сказать, вот долго живущих людей на Земле, рубеж вот есть такая даже за 110 лет, по-моему, человек 6 или я не знаю сколько сейчас, ныне живущих вот за 110 лет, поражаешься, изучая вот литературу различную, в каждой деревне были такие люди. Это было вот просто нормой. Долго люди жили. Это сейчас так кажется, что там 100 лет это уже много. Это абсолютно немного. И понятны причины, почему продолжительность жизни так резко упала. Это связано, конечно, не с экологией, не только с экологией. С питанием, с алкоголем, с изменением образа жизни, уклада жизни, с отсутствием труда, идей, духовного развития, вообще стремлений, разрушением уклада жизни русского человека от и до. И вот я в пример приведу и советую прочесть. Меня часто спрашивают, какие книги я рекомендую. Знаете, вот это очень интересная книга, о которой я сейчас расскажу. Был такой великий русский и советский скульптор Каненков. Значит, это Сергей Тимофеевич Каненков. Два слова о нем. В предисловии вот этой книги, книга называется «Мой век». Кстати, издание «Москва, 72-й год», издательство политической литературы. Три книги написал этот великий человек, великий скульптор. Два слова о нем, значит, словами Белошова, это народный художник СССР, который, значит, вводные слова в этой книге написал. Вводный текст. Что Каненков несет в своем творчестве идеи гуманизма. И призыв к борьбе за утверждение прекрасного. Его искусство мужественно и нежно, глубоко и напевно. Как русская песня. Всегда живет с нами, Каненковская юная лада. И как грозная сила природы звучит, портрет пламенного и мятежного погонения. Шаляпин, Горького, Достоевского, Мусорцы. В трактовке Каненкова это образы духовно богатых, талантливых русских людей. Талант художника открыл ему красоту земли, а он в своем искусстве открывает эту красоту нам, делая нас счастливее и духовно богаче. Его мастерство соединяет в себе народную культуру с классическими традициями, создает искусство, которое всегда звучит как гимн жизни. И много других прекрасных и абсолютно объективных слов написал в своем слове народный художник Белошов. И вот, кстати, это в 64-м году награждают героем, то есть, ну, соответственно, герой Саляна соцтруда. Ему было 90 лет тогда. А прожил, кстати, Каненков. В 97-м, на 98-м умер году. Сразу скажу, какие книги он еще написал, чтобы, если будет интерес, вы найдете. Это «Слово к молодым», это 58-го года издание. «И земля, и люди» очень интересные, 62-го года. А вот эта книга «Мой век», она 71-го года. И вот Каненков, он, соответственно, умер в 72-м. Так, несколько цитат. Очень интересная к нашей теме, непосредственно. Так. «Семья Ивана Сергеевича, как и другие крестьяне деревни Нижние Караковичи, находилась в крепостной зависимости у помещика Лаврова. Но задолго до отмены крепостного права, еще до войны 12-го года, напомню, в 61-м году крепостное право отменяли. Дружная рабочая семья Каненковых вышла на волю. Семья была многочисленной. Выходило 40 человек из крепостной зависимости. Им отвели в собственность двести десятин земли, по пяти десятин на душу, как на делу. Потому и выкуп именовался дарственный. Старшие роды, старшие рода, братья прадеда, Артамон, Филипп, Тимофей, Егор, Григорий, Осип, Илья стали строиться. Лес таскали на себе, за что и были прозваны кони. На что им кони? Они сами, как кони, говорили крестьяне соседских деревень. Взрослых так и называли конями, а малышей конятами. С годами кличка стала фамилией семьи Каненковой. Поселение, возникшее на высоких косогорах над Десной, назвали верхние Караковичи. Кстати, я рассказывал как-то на некоторых своих выступлениях, ну, не все это слышали, о Нелидовском районе, по городу Нелидова есть несколько деревень, где были очень интересные такие выдающиеся люди, в том числе неимоверные силы. В частности, один дед там после войны строился, таскал на себе бревна, в лесу рубил. Никто, чтобы не слышал, за 10 верст ходил. Ну, тогда не давали рубить, потому что города отстраивали, каждый человек, и каждое бревно на учете было, это понятно. Так вот, он построил себе. Его хотели, так сказать, поймать по личным, не смогли, лошадей у него не было, волоком ничего не тащил, никто не проследить не смог, найти не смог. А он, оказывается, просто ходил, за 10 верст рубил, валил огромные ели, и вот 35-й, 40-й диаметр бревна, 6-метровые куски на плечо брал, носил, скидывал, ходил обратно. А, ну, это килограмм 300 примерно. И были еще, есть живые люди, которые меня помнят и описывают, что это за человек, какой он роста, и, так сказать, объема, кулак, как три, говорит, здоровых кулака мужиков деревенских. И были другие интересные случаи, повторять не буду, я там рассказывал, как, как, повторяло комедийный случай, но вот то же самое, таскали на себе люди, все так было, просто с прошествием лет люди сильно стали вырождаться, очень сильно. Двинуло домой, конечно, питание и алкоголь, страшное генное оружие, которое выкосило наш народ просто предчистую. И так дальше. Выкуп был большой, вольная, обошлась семье в несколько тысяч ассигнациями. Колоссальные деньги по тем временам. Выплачивали долго. Ну, дальше, неважно, он описывает разные интересные вещи. Вот про что. Значит, глубокий овраг разделял Караковича на две половины. На одном косогоре семь дворов, на другом десять. Оба косогора, один наш, поросший еловым лесом, и другой, артамоновский, весь в березах. Полого спускались в десять дне. Значит, наш двор Ивановых стоял на правом, если смотреть от реки Косогоре. Ивановыми мы звались по имени прадеда Ивана Сергеевича. Обитатели других дворов тоже именовались от старейшего в роду или в доме. То есть, это вот был порядок, и так оно было. В верхних Караковичах без этого трудно было бы обойтись, ведь вся деревня Коненковой, ну, поэтому звались по старейшему в роду, и это логично. За некоторыми исключениями, о которых скажу позднее. Кстати, когда я, а я часто путешествую с женой по Карелии, каждый год мы ездим, значит, что несколько лет назад мы познакомились с очень интересным человеком. Это правое берег Онежского озера, деревня Пяльма, старая Пяльма. Древняя деревня, оттуда даже в музей остров Кижи в свое время увезли в 60-е годы дом, идеально сохранившийся одного Шенкова, по-моему, не помню, одного из зажиточных крестьян, да? Так вот, рассказывает местный краевед, он молодец, спас фактически деревню, не дают чужакам туда прийти, восстанавливают, праздник деревни устраивают, до тысячи человек съезжаются на праздник деревни. Даже книжку выпустил на речи и особые поговорки именно деревни свои. Так вот, там было две фамилии, все межсобородственники были. В старые времена, послереволюционные еще несколько сот человек проживало и все родственники межсобородственники. Вот так вот общинно жили у нас на Руси. И куда все это ушло? Просто в пропасть. Просто в пропасть. Итак, вышли из крепостной зависимости, поселились на Косогоре, на другой стороне Аврага жили потомки Артамона, тот самый, который вот выкупился один из братьев из крепостной зависимости. «Я его помню», пишет автор, «Я его помню. Это был старейший на моей памяти Конюнков. Он прожил 110 лет. Партизанил с другими Конюнковыми в 1812 году. От той славной поры в памяти деда сохранилось выражение, бытовавшее в засадах против французов. «Не замай, не замай, не хай подойдут, покажем им Кузькину мать». У Артамона было пять сыновей, четверо из них обзавелись своими дворами. Ну, дальше он описывает, как все это было. Значит, под одной крышей находилось 26 человек у них в семье. Ну, и вот он описывает, кто и как. «Все 26 человек дружная работящая семья. Старшой хозяин дяди Андрей. Распоряжался он, значит, он любил, но при этом был справедлив. Немаловажные обстоятельства и то, что у дяди Андрея и жены его и Фраксини Осиповны, которая прожила недолго, были лишь один сын. Ну, а у старшего брата Устина, значит, пятеро, у моего отца шестеро, у дяди Захара тоже шесть детей. Ну, то есть, очень много было, так сказать, и то, это было не так много для того времени. Распоряжения дяди Андрея исполнялись неукоснительно. Но, и всякого рода советы принимались им охотно, если они были резонны. То есть, здравомыслие было, руководствующее, вот сказать, жизнью, идеей, в то время, для трудового крестьянина. А иначе и быть не могло. Иначе он либо был самодуром, и тогда бы хозяйства никакого нормального, крепкого бы не было, или человек разумный, который, мужик настоящий, его слушают. Ну, и он будет слушать. Может быть, ему дельный совет кто-то даст, так ему же лучше от этого будет. Вставали рано, до свету, летом с позаранку, отправлялись на полевые работы, зимой много сил требовал уход за скотом. Кстати, заметьте, семья держала рабочих лошадей, ни одну корову, пускали на зимовку много овец, выращивали 2-3 свиней и так далее, все было, понятно. Значит, скота было много, но молока даже мы, дети, почти не видели. Значит, предприимчивый дядя Андрей большую часть молока отправлял на сыроварню помещика Воронцова. Помещик платил деньгами по 20 копеек за ведро. Ну и это понятно. Кстати, на что молоко шло в огромных количествах, ну, по ним на сыроварен и так далее, у меня есть книги дореволюционные, строительные, там прям черным по белому сказано, что вот миллионами пудов молоко шло на, если с добавлением алибастра, гашеной извести, то и другими добавками то делали прекрасные белилы, которыми, вот если вы помните, помещичьи усадьбы, вот собственно, белого цвета двери, все, вот это делит клей, молочный белок казин, это клей, прекрасно, вы их знали, это и столярный клей казин, опять-таки, на это шло огромное количество деревяшки-то тогда, клей, момента-то не было, чем клеить, а столярка тогда была, дай бог, сколько делали, все из дерева было, сели рожь и овес и лен, рожь – это хлеб, хлебом кормили, жена дядя Устина, говорит, готовила на всю семью, значит, пекла пять хлебов, каждый 15-18 фунтов, рожь почти не продавали, овес шел тоже в хозяйство, где были лошади, ну и другая живность, лен деньги, удастся лен, так шелк, не удастся, так щелк, гласила пословица старая русская, все покупали, значит, покупки в доме за счет льна, а лен, вот опять-таки, путешествия по северу, по Вологодской области, по Карелии, везде лен выращивали, но везде, в Псковской области, то ничего нету сейчас, ничего не выращивали, это просто, лен ели, лен маслом давили, так вот, значит, немалую долю убранного с поля льна оставляли себе, расстилали, мяли, пряли волокнистый лен, и в долгие зимние вечера женщины на самодельных станках вручную ткали и дневное полотно, ну, вот он описывает, интересный, значит, еще, и что я еще хочу, интересное здесь сказать, один интересный случай, все-таки прочту, он, конечно, другого касается, но смешно достаточно, помню такой случай, вдоль берега, где расположились на ночлег сгонщики леса, шла баба, она увидела свернутые канаты, которыми сцеплялись плоты, что это тут у вас валяется, уж не оборы ли для моих лаптей, ну, пошутила она так, значит, а сгонщики ответили весело, бери, если хочешь, они надеялись, что баба не подымет такой тяжести, а она взяла бухту на плечо и пошла, это больше ста килограмм, злую шутку сыграла она с плавщиками случайная прохожая, такая точно же коня на скаку остановит, и вот она вернулась на плот, стряхнула с плеч тяжелую ношу, и долго еще в вечерней тишине взрывались хохотом артель опростоволосившихся с плавщиков, очень интересная книга о быте русского народа от настоящего русского человека, это не менее интересно, чем читать Гелировского, например, «Моис Китани», который я тоже постоянно рекомендую, кстати, вот тут он описывает еще про одного, значит, как с медвежатами, тут кто-то там играл, выращивал, а, кстати, вот в деревне Нижние Караковичи занимался воспитанием медвежат наш давнишний сосед Василий, то есть Василий Арсентьевич Волков, он служил в имении завсегдатого медвежатника, помещика Козловского и привык к медведям, да, ну вот тут он описывает очень интересную работу с Мишками, кстати, я по этому поводу хотел еще рекомендовать очень душевную книгу, очень интересную книгу, фотографии 880 года, где сам мальчишка еще, мальчишкой буду счастливить, книга очень интересная, это, значит, Валентин Пажетнов называется «Моя жизнь в лесу и дома». А кто это такой? Значит, вот я был, кстати, у них гостил, есть такое уже по Новой Риге, если ехать, вот проезжается Оржев, Нелидово, Оленино, Нелидово и дальше, значит, Торопец, Торопецкий район, там есть такая биологическая станция «Чистый лес», она очень известная, ее и Дроздов снимал, очень много, телевизор показывал, это единственный в мире питомник, где была разработана технология, когда выкармливали, значит, из грудного возраста, вот приносят, ну, убивают медведицу, охотники, иногда жалостливые, или другие люди, приносят маленьких медвежат, так бы они погибли, я научился, пожертвов старше, вот, значит, их выращивать, уникальная методика, разработка, интересный человек, и вот его эта биография, как вот все послевоенное время начиналось, и как он по Сибири, по тайге, и сплав лесом, и охот в хозяйство, значит, чего только человек в жизни не пережил, очень интересная биография, судьба, вот рекомендую почитать эту книгу, действительно душевная книга, интересная, это такой авторский экземпляр, тоже с рисунками, даже его, своими руками, писал, вот, так что вот рекомендую такую интереснейшую книгу, и, кстати, съездить туда тоже было бы не лишним, каждому будет интересно, так, что еще я хотел бы показать, вот говоря о продолжительности жизни, а вот понимаете, вот мы берем просто любую деревню практически, мы видим, что 110 жилет, о которых сейчас говорят, что чуть ли не поштучно считают людей, извините, на миллиард один человек, так на каждую деревню было тогда, по одному, а то и несколько, а некоторые деревни, так все жили за 110, у меня один друг мой рассказывал, что, не помню, в каком районе, он еще застал бабушек, одной 117, 115, все так жили, но, кстати, вам интересный пример, еще вот такую страничку, я давно ее, значит, куда-то спрятал, сейчас нашел, думаю, с окази прочитал, Ладожский канал, когда строили, вот эта государева дорога, при Петре, значит, так, Петр еще тогда увидел, что устье Невы можно соединить с Волгой в нескольких местах, по своей привычке, не откладывать дела в дальний ящик, он пригласил знаменитого, в те времена английского инженера, Пери, сделать разведки между Онежским и Белым озером, Пери был толст и не мог ходить по болотам, его носили, значит, на жордях, а за ним нашивали медное блюдце, это уже описывает вот этот человек, своими словами, за ним нашивали медное блюдце со сквозными рожками, которые он ставил на распорки и прищурясь одним глазом, сматривал по волоскам, натянутым сквозных рожках, а по тем волоскам велел ставить от места до места шестые и по шестам рубить просеку. Так рассказывал графу Сиверсу, строителю маринской системы, вытигорский крестьянин Пахом, имевший от роду 115 лет и помнивший царя про Астролябию, с помощью которой Пери намечивал направление будущего канала, но это Астролябь про образ, собственно, нивелир, эти одолиты более точных, современных инструментов. Ну и вот, понимаете, я просто, когда читаю то или иное, всегда какие-то интересные моменты, связанные с, да, собственно, с разными вещами, запоминаю. И вот когда складывается общая целостная картина, могу сказать весьма точно и ответственно, что, да что там говорить, даже Жданов, да, вот Владимир Георгиевич Жданов мне рассказывал, что когда, будучи вот уже в общество, ну, Союз борьбы за народную твезвость, в 1986-1987 год, можно было уже, он имел право, как входящий в комиссию, в обкомах некоторые документы смотреть. Вот он, Томска, Леонская область смотрит, ну, правда, вот эти деревни, где такие старобряческие центры, ну, то есть люди не пили, не курили, ну, относительно здоровый образ жизни, в общем-то, вели на природе, сильные люди, да, и вот о чем речь, сколько живут, он смотрит смертно, ну, когда умирали люди, вот, может, 104, 102, 98 и так далее, то есть, ну, 100 лет средний, он говорит, дайте эти данные мне скопировать, ему говорит, смотреть-смотрите, копировать не дадим, и это народу знать не нужно. Что тут нужно еще сказать? Есть у моего товарища интересная книга, ему ее подарил один профессор-востоковед, он знает все диалекты китайского, древнекитайский язык, и он, ну, таких несколько человек в мире, в Китай приезжает, ему все кланяются, встречают, как, я не знаю, как президента и так далее. Так вот он перевел одну книгу про одного интересного китайского, известного в узких кругах, человека, который умер в 1933 году, если я не ошибаюсь, на 256 году жизни. Он родился на 5 лет позже Петра I, в 1777 году. Так вот, я скажу, что изучал этот вопрос, очень интересная тема, и вообще думаю, что об этом стоит сделать сюжет интересный. Об этом именно человеке, о Китае, вообще о китайских императорах, о секретах долголетия, о некоторых императорах, кстати, правили по 100 лет, то есть 100 лет правили, были такие несколько, ну, основная тема, конечно, будет про наше русское прошлое, потому как оно у нас весьма интересное и поучительное. Кстати, и еще, тогда хочу закончить сегодняшнее такое выступление, спонтанное, навеяло оно мне, то есть решился я на это выступление, потому что Каненкова, вот книга мне, которая называется повторю, мой век в руки вот сейчас тут опять попалась, и я как-то вот решил очередной случай, которых просто сотни на моей памяти. Ну, понимаете, вот такая есть книга, например, «Земля истока». Редкое издание, я купил ее в Асташкове, город Асташков, что на Селигере, и там показано на фотографии, например, ну, столетний мельник на мельнице, ну, крепкий такой мужик, естественно, там, бородатый, такой седой, худощавый, жилистый, крепкий, но сплошь и рядом, я даже вот сотни, понимаете, ну, вот решил сегодня об этом поговорить. Уж больно, знаете, надоела мне та ложь слышать вот этой глупости про то, что русский человек, собственно, жил мало, что и сейчас, ну, что вы хотите, раньше-то еще меньше, ну, полнейшая ложь, чтобы оправдать те преступления перед народом, что делает, собственно, современная политика, которая направлена только на то, чтобы человек жил как можно меньше. Ну, собственно, политика не только у нас в стране, а во многих странах такова сейчас. Так что люди умирают настолько несвойственно им рано, что надо создать в обществе представление, что это есть норма жизни. Ну, а что делать? Вон, миллионы врачей, триллионы долларов тратятся, ну, это же, куда деться, болезни. А все болезни, понимаете, практически все болезни от нашего невежества в плане питания и образа жизни, уклада жизни, слишком далеко мы отдалились от природы, от преемственности вот этой поколения жизни народа, обычаев, традиций, физического труда, гармонии с природой, жизни вот этой естественной на земле, по природным циклам. Кто ходит гусяком по живой земле, по траве, по рекам, камням, кто дышит вот этим чистым воздухом, встречая рассветы, по солнечным, что называется, дням, часам, годам, циклам, людей таких практически не осталось. Как и практически не осталось, к сожалению, такого сплоченного, крепкого духом народа. И не только духом, а узами родства русского народа. Говоря о том, сколько рожали детей, я уж не говорю, что Менделеев был то ли 17-й, то ли 19-й ребенок в семье, да, я скажу про два уникальных, действительно уникальных случая из ряда вон уже что называют выдающихся, да, кстати, по продолжительности, не только продолжительности жизни, это отдельная тема, по количеству детей, рождавшихся, средний показатель, самым высоким была до революции Россия на первом месте по количеству, среднему количеству детей в семьях, а на втором Германии, то есть ни Китай, ни Индия, которые теперь являются лидерами, да, деторождения, ну, скажем, количество населения, потому что пик деторождения, конечно, приходился у них на 50-е, 70-е годы, 80-е, сейчас там политика ведется, чтобы не сильно, хотя, теперь уже по инерции это количество тоже китайцев по неофициальным данным 2 миллиарда, и строятся города прямо вдоль границ России, а у нас-то нет никого, а там города строят, и уже здесь много миллионов китайцев, да, тяжелая эта тема, но, а я вам приведу пример, как у нас рожали до революции, вот интересная была такая тема, когда, аж, по-моему, ну, в 1782 году, еще, ну, это Екатерина, второе правило, ей, значит, подали бумагу из Шуйского уезда о том, что, ну, Шуйский уезд это 240 километров от Москвы, вот, так вот, одна женщина в период с 1725 года, 25-й год это смерть Петра, да, до 65-го года, то есть, за 40 лет, она рожала 27 раз, и родилось у нее 69 детей, значит, что является, конечно, абсолютным рекордом вообще, ну, вот еще, что интересно, что крестьянка ни разу не рожала по одному, то есть, у нее было 16 двойняшек, это, кстати, тоже рекорд абсолютный, 7 тройняшек и четверо четверняшек, что интересно, что все выжили, кроме двух, только два погибло, и в роду было очень много долгожителей, а ее муж, значит, да, умерла она при родах, кстати, и вот муж ее женился вторично, Федор Васильев его звали, и в общей сложности у него было 87 детей, потому что еще 18 от второй жены было, вот так, и вам второй пример приведу, что, значит, еще самый многодетный отец, тоже такой, что называется, рекордом, да, в истории нашей страны считает, ну, и вообще, я думаю, в истории считается крестьянин села Веденского Яков Кириллович, который в 1755 году, а это у нас кто? Это Елизавета, еще дочь Петра, правильно, да, в связи с этим был представлен ко двору, ему было тогда отроду 60 лет, первая жена крестьянина родила 57 детей, четыре раза по семь, значит, раз по три, девять раз по два и два раза по одному, а вторая жена родила 15 детей, ну, и в общей сложности у него было 72 ребенка, ну, на самом деле, я ошибся, не больше, потому что у предыдущего этажа было больше, ну, тоже такой интересный рекорд, вот таким образом, что называется пример для современных людей наших, сейчас одного рожают, и уже, так сказать, тяжело жить родителям, вот ведь приучили, как народ наш, что, мол, живи для себя, ну, там, сначала работу, учеба, работа, карьера, конечно, живи в своем молодослаждении, а дальше, вот, ну, ребенок одного воспитали, нормальный, что такое один ребенок в семье? Мать-отец, два человека, у матери, у отца есть свои мать-отец, это четыре было человека, стало два, потом один, выражение, выражение геометрической прогрессии, для нашему народу, а нас, русских-то, осталось сколько, давайте посчитаем, сколько там, сто тридцать четыре миллиона, или сто сорок, нам говорят, да, у нас в России, вообще, российского населения, ну, это, конечно, ложь, потому что, когда заведующая всем ЗАГСами нашей страны, честная женщина, выступила, не смогла молчать, правда, потому что точные данные только у нее, поскольку точная регистрация рождающихся и умирающих людей, а восемьдесят восемь, а не сто сорок, было несколько лет назад, такая перепись последняя была, за что ее сразу уволили, когда она опубликовала эти данные, и представьте, сколько из восьмидесяти восьми стариков, детей, нетрудоспособных людей, а здоровых мужиков сколько, да, сколько русских, во-первых, ну, миллионов шестьдесят, из шестидесяти сколько здоровых мужчин среднего возраста, ну, дай бог, двадцать миллионов, а сколько бесплодных пар, несколько миллионов у нас в стране, а сколько детей не хотят иметь, многие, а разводы, до восьмидесяти девяносто процентов, бери страну голыми руками, еще несколько лет, там, десятки лет пройдет, в общем, страшное дело, особенно в связи с, вот этой, так сказать, миграцией, посмотрите на французов, меньше пятидесяти, тридцать процентов коренных этнических французов, нет франции, той самой культурной франции, вот этой вот, ее скоро останется так, для туристов, показать что-то, кто показывать будет, а эти-то, все, работать-то не хотят, паразитировать хотят, пособием сделали, демократия, лизоблюдство, предательство, свои родины, да, в тяжелое время мы живем, поэтому хочу, можно сказать, так обратиться, люди, русские, особенно люди, имейте крепкие семьи, рожайте как можно больше детей, как можно, кто физически может больше, для себя вы это делаете, и даже больше, чем для себя, для родины своей, для того, чтобы не зря нашими дедами, прадедами сотни раз кровью полито было, это земля и потом, что нельзя, не зря они чаяние надежды возлагали на нас, на будущее поколение отдавали жизнь за будущее своих детей, нас с вами, и как мы платим за это, изберегли ему свою страну, стоит задуматься, и стоит, стоит себе сказать, что я все сделаю для того, чтобы как можно больше, трудно, да, трудно сейчас, все понятно, когда было легко, во время войны, любой, было не легче, и после, и голод, и холод, да еще было гораздо труднее, чем сейчас, какими же слабыми мы стали люди, какими боящимися таких трудностей, от которых наши предки бы просто посмеялись и сказали бы, ну, в лучшем случае, что идиоты или негодяи, поэтому давайте, от каждого из нас это зависит, как можно больше детей, чтобы было, создавать надо, объединяться в клубы по интересам, по родству, по создавать эко-поселения, движения, соответствующие кружки, объединяться в съезды, нужно вести работу, разумеется, эко-поселения, это не уйти от мира в пусты куда-нибудь. Нет, это создавать образец, достойный пример для подражания других, вот почему важны поселения не люди, которые бегут от проблем, а поселения, которые будут образцом для примера других, как можно жить своим трудом, крепким хозяйством, на земле, выращивать здоровую пищу, расти здоровых нормальных детей, не убитых порочной системой образования, раскидительным обществом, телевидением этим и так далее. Этими примерами сверстников, которые, собственно, воспитываются на всей этой мерзости от Барби до развратных телешоу и прочее. К чему это приводит? Что они будут иметь колоссальное влияние, единицы смогут противостоять, единицы детей, многие из-за коллективного чувства, так сказать, примут их игру, что называется, и станут кем? Не буду говорить кем. Поэтому поселение это не бег, это стратегический, тактический сильный шаг. Это отдельная тема, я думаю, мы об этом обязательно поговорим. Кстати, почему я коснулся книги «Исток Волги», где я говорил о Мернике, которому там сто лет фотографии. я до того, как эко-поселение и свое хозяйство изначально организовал в Ржевском районе Тверской области, в принципе, это рядом, через леса. Я на Селегире, а именно в Волговерховье, именно вот исток Волги, на озере Стерш, изначально купил землю, уже построился было дело, не буду даваться в подробности, почему там не остался, но землю, между прочим, мы купили уже у перекупщиков, но изначально пои в колхозе, значит, когда колхоз уже перестал существовать, выделили местным, ну, как везде, это по всей стране, да, вот бабушка, что называется, дождалась, да, она была виноградовой, как сейчас помню, она была 1882 то ли с шестого года рождения, вот, ей, значит, она уже умерла к тому времени, когда мы туда приехали, но ей было, она прожила то ли 111, то ли 117 лет, это, опять-таки, к тому вопросу, что на каждом шагу просто видеть надо, это есть, и анализировать надо, что же было и что есть, и говоря о вопросе количества детей, понимая, что в городах тяжело, для того загнали людей в города, в городах люди-рабы, только рабство это не в кандалах на галерии, а во всех остальных смыслах, только человек питает иллюзию, что он свободен, на самом же деле вся его жизнь расписана буквально по ноткам, поэтому нужно кучу зрелищ, чтобы человек получал суррогат настоящей жизни и свои естественные потребности в развитии духовном, но как бы отождествлял с той гадостью, которую показывают по телевидению. сколько помню людей нормальных, мыслящих, даже читающих, когда 80-е, в 2000-е годы, интеллигенция, как и многие из них превратились вот в эти тупых, в этих, извините, домохозяек, которые смотрят эти бесчисленные сериалы, женщины даже в возрасте, которые вот этот дом-два поляный смотрят, это деградация, это полнейшая деградация народа, кукловодам это на руку, для этого начали разрушать деревни еще в 60-е годы, еще при Хрущеве, русский север, уничтожать, укрупнять деревни, деревни переселять города разными хитрыми манипуляциями, где не последнюю роль играл кинематограф, где прославлялся уже не труд человека и объединяющие начало на земле, коллективизм, а, так сказать, об этом говорили, не могли не говорить, но уже нотки, а постепенно все сильнее и сильнее говорилось как бы подсознательно, вбивалась порочность настоящего труда, легкость жизни прославления, все эти, так сказать, танцы, понимаете, шманцы и так далее, и молодежь уже не ехала к себе на село, не возвращалась, оставалась в городах, и так, понимаю, что в городах много детей нетрудно, трудно, но можно, и в городах имеют, но разумеется, ничто не заменит землю, а вот на земле человек свободен, если у него есть земля, участок, если у него есть хозяйство, он независим, вот почему государству опасны, независимые люди и не нужны, пока в малом количестве они не опасны, они просто не нужны, безразличные не нужны, в большом количестве опасны, потому что политику такую не протолкнуть было бы, это в городе всем по барабану, на все уже, абсолютно, а населения нет, поэтому тихий сапой вот так вот за 30 лет, 40 последних всех переселили в города, остались только либо бабушки, дедушки, либо алкоголики последние, молодежь вся переехала, практически вся, кто еще хоть как-то может переехать, а детей уже и не рожают, в городах некогда и трудно, а населения кого нет, вымирают деревни, как корова языком слизывает сотни, тысячи деревень, и вот, когда читаешь такие книги, о которых, вот как я пример приводил, это поражаешься просто, сопоставляешь, что было и что стало, это катастрофа, ну видите, как внезапно это вроде бы произошло, вроде бы не в один миг, что для нас, мы не задумываемся, живем, и вроде бы так, а ну что делать, это вот неотъемлемая часть жизни, ну это вот значит, это глобализация, это урбанизация, еще какие-нибудь термины идиотские придумаем, да нет, это просто измена родине, определенных политических деятелей, это предательство, от малого до большого, это извращенные суррогаты настоящей жизни, никогда человек не может быть счастлив по-настоящему, если он отрезан от природы, если его корни обрублены, если он не на земле, он не может почувствовать то, что может почувствовать человек, будучи на земле, у многих умнейших людей, ученых, академиков, глаза открывались, душа открывалась, когда они переезжали, уже будучи взрослыми, серьезными людьми, все-таки на природу, есть такие люди, я знаю, по-другому стали жить, дышать, чувствовать, потому что только природа земля дает человеку мудрость, здравомыслие, открывает, ну что ли, книгу жизни, прочесть ее может человек в полной мере, если у него не утрачено, вот эта связь духовная с землей, с корнями, со своими прародителями, предками, с народом, дух народный жив, рожайте больше детей, переезжайте на землю, строите новую жизнь, ведь сейчас, по большому счету, каждый русский человек, каждая семья русская, должна иметь хотя бы пять-шесть детей, это почти невозможно, чтобы каждая, но, а и как иначе, ну посмотрите, приезжают к нам инородцы, которые заполонили уже всю Москву и крупные города, удивляешься порой мне из Сибири, пишут, рассказывают, что там творится, так у них-то, этих товарищей, по сколько детей? Три, пять, восемь, а у русских ничего? Так чья страна будет лет через десять? Задумайте серьезно, люди, рожайте, как можно больше детей, здоровых детей, ведите здоровый образ жизни, назло врагам нашей Родины, во благо себе, своим детям, будущее нашей страны, иначе у нас нет, будущего в нашей стране иначе не будет, только от нас зависит. Кто может физически, кто в состоянии рожать как можно больше детей, здоровых, чтобы были полные семьи, правильное патриотическое воспитание, духовное, и тогда будет возрождение нашей страны, это еще возможно, пока я в это верю, несмотря на колоссальные трудности и беды, в которых находится наша страна сейчас. Благодарю еще раз за внимание, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова